В этом году в связи с коронавирусными ограничениями по-прежнему очень актуален отдых шаговой доступности. Пусть он и не познакомит вас с тропическими фруктами и новыми менталитетами, но это прекрасная возможность получше изучить родной край и, возможно, даже удивиться. В Барнауле отгремел Кубок Мира по гребле на байдарках и каноэ. И сразу после этого наступили теплые деньки. А значит, пора отправляться в наш традиционный тур поближе к горам Алтая. Для вашей экспедиции мы хотим предоставить вам автомобиль Kia Sorento. Автомобиль новый, интересный, современный дизайн. Обладает двухсполовинчатым двигателем бензиновым, 180 лошадей. Позволит с легкостью вас доставить в любой пункт назначения, в горный Алтай, в Белокуриху, в любую точку мира. Kia Sorento 2020 года – это совершенно новая Sorento, внешне и качественно отличающаяся от предыдущих. Мужественный кузов, отзывчивый руль, ювелирно настроенная подвеска, на ней действительно хочется ездить. Система кондиционирования в креслах и двухзонный климат-контроль, USB-разъемы, оборудованные прямо в креслах для быстрой зарядки телефонов. Многофункциональная цифровая панель и много других приятных мелочей. Все это дало нам уверенность, что поездка будет комфортной и безопасной. К тому же эта Kia довольно дефицитная. Успевайте купить Sorento в автоцентре Real, пока есть в наличии. Кстати говоря, расход топлива составляет 8 литров на 100 км. Это немного для такой огромного автомобиля. Езжайте смело, ждем вас к нам в автосалон Kia AutoCenter Real. Великолепный дизайн, современные технологии и нестандартные решения, а главное пятилетняя гарантия. Вот что отличает автомобили Kia, созданные, чтобы превосходить ожидания. Ну что ж, пора в путь, отправляемся. За удивлениями мы решили отправиться не по городам и весям, а точечно покорить Белокуриху горную. Новую туристическую локацию, которая, тем не менее, уже собирает у себя большое количество туристов, особенно зимой. Но почему бы и не летом? На этот вопрос мы решили ответить сами себе. На подъезде к Белокурихе-2 нас ждал живописный серпантин. Здесь мы проверили маневренность нашего авто. Скорость, естественно, здесь набирать нет смысла, но весь путь прошел КП маслу. Благо асфальт замечательный. По каменным теренкурам машина провезла нас мимо смотровых площадок и подняла на самый верх, туда, где кипит жизнь новой туристической зоны. Во время коронавирусных ограничений многие достопримечательности Алтайского края, к сожалению, недоступны. Но если у вас в руках есть фотокамера, то для вас всегда открыта главная достопримечательность Алтая. Это его красота. Ну а это главная спортивная достопримечательность Белокурихе-2 – Мишина гора. Здесь есть зимний фуникулер, ну и летом здесь особо делать нечего. Но совсем скоро Белокуриха-2 обзаведется круглогодичной спортивной зоной и сможет привлечь сотни туристов. Сейчас Мишиной горой лучше любоваться издалека, со смотровых площадок. Однако совсем рядом есть еще один склон на горе Глухариной, на котором планируют установить кресельный подъемник и обустраивают его спортивными объектами, которые актуальны в любое время года. Ну а где же здесь остановиться на ночлег и вкусно поесть? Конечно, в Олимпарке. Олимпарк – это первый гостиничный комплекс в кластере Белокуриха-Горная и пока единственный. Он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, рядом с двумя горнолыжными трассами и биатлонным комплексом. А летом отсюда можно совершать пешие, велосипедные, конные прогулки или на джипах. Гостиница у нас официально 3 звезды. Мы достраиваем и вводим в эксплуатацию новые мини-отели, где категории номеров будут люксы, джуниор-сьюты. На территории комплекса есть большая баня, кафе. Этим летом появится гриль-веранда с посадкой на 100 мест, тренажерный зал в 200 квадратных метров, началось строительство крытого бассейна. А к декабрю будет достроен огромный ресторан на 1000 квадратных метров с уникальной кухней. Причем цены не кусаются. В летний сезон стандартный номер здесь стоит 3600 рублей на двоих с завтраками. Наши все гостиницы, отели, рестораны, кафе построены из чистого дерева. Окна, двери, стены, абсолютно все сделано из дерева, из сибирской сосны. Сама природа здесь может удивлять, а мы помогаем своим сервисам и гостеприимствам удивлять гостей. Йога, трекинг, скандинавская ходьба и, конечно, чистейший воздух. Самое время и вам отправиться в путешествие, о вашем комфорте позаботится Олимпарк. Андреевская Слобода – еще одно знаковое место в Белокурихе-2. Это коллекция старинных русских домов, амбаров, винокурин, хлебных и травных избушек, купеческий кабинет в красивейшем особняке и живописная зеленая поляна. Здесь вы можете познакомиться с бытом жителей Алтайского края 18-19 веков и увидеть орудия их труда. Причем весь комплекс абсолютно интерактивный, все разрешается трогать и фотографировать. Почему Андреевская Слобода? Потому что дом купца Андреева 1822 года постройки. Перевезен сюда в Верханусь, Быстроистокский район, Алтайский край. Это родина Золотухина. А еще здесь есть замечательный ресторан «Гоголь», где можно отведать блюда, приготовленные по рецептам, собранным у жителей алтайских сел. Эти рецепты передавались из поколения в поколение, а теперь всю эту вкусноту можно отведать лично. Почему «Гоголь»? Ну а почему бы и нет? Ведь великий писатель очень много рассказывал о русском быте и русском народе. Пока мы возвращались домой, обсуждали в дороге потенциал Белокурихе-2 и алтайского туризма в целом. Наш регион уже много лет борется за внимание туристов, и если с игорной зоной пока все сложно, а в плане живописности гор республика смотрится все-таки выигрышнее, чем край, то спортивный интерес наш регион вызывает намного больший. Это уже показали этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ, предстоящий чемпионат России по боксу и другие важные турниры, которые примет Алтайский край. И, вероятно, этот вид туризма самый выгодный для инвесторов. А самое главное, для нас, местных жителей, это и есть отдых шаговой доступности, и мы должны этим гордиться. Артемий Панченко, Александр Антропов. Специально для телеканала Толк.